С любовью из Вишкаймы. Продукция птицефабрики «Персонал» поступает на прилавки популярных гипермаркетов региона. Ей даже присвоили марку качества Ульяновской области. Модернизация предприятия позволяет внедрять новые рабочие места, а также оптимизировать производство. Сейчас на предприятии трудится больше 120 работников, а благодаря модернизации будут созданы дополнительные рабочие места. На текущий момент предприятие реализует инвестиционный проект по развитию птицеводческого направления, а именно в данный момент сортировочного комплекса, который представлен в данный момент за моей спиной. Это новое оборудование голландской фирмы «Моба», которое позволит нам увеличить объем производства птицеводческой продукции и представить нашу продукцию практически во всех торговых сетях области и ближайших регионов. Благодаря инвестиционному проекту на птицефабрике установили новое оборудование, обновили большую часть цехов, автоматизировали линию сортировки и упаковки яиц, увеличили места для птиц. Также закончен ремонт склада готовой продукции. Его площадь увеличилась в два с половиной раза. Теперь выпускать до 100 миллионов штук яиц в год – больше не мечта и даже не планы. Общий объем инвестиций составил 250 миллионов рублей. Оценил работу птицефабрики губернатор Сергей Морозов. После знакомства с предприятием глава региона встретился с активистами села Вишкайма. Здесь обсудили комплексное развитие региона. В ближайшее время наши партнеры рассмотрят еще как минимум два проекта, которые мы могли бы реализовать в Вишкайме. Это тоже, я не буду забегать вперед, это все же, наверное, чуть попозже бизнес об этом сам скажет. Но это очень большие инвестиции на 22-й, на 23-е годы в самой Вишкайме. И сейчас это и инвестиции, это и новые объекты, это, естественно, новые рабочие места. Жители смогли напрямую пообщаться с депутатами и министрами Ульяновской области, задать все волнующие вопросы о развитии родной земли. Владислав Третьяк, депутат Госдумы, отметил, что главный залог успеха – слаженная работа всех ведомств и адресный подход к каждой конкретной проблеме. Мы все вместе должны работать одной командой, знаете, как в хоккее. Потому что нет запасных, все должны быть на переднем крае, должны все работать совместно и помогать друг другу. И только совместными усилиями мы можем решить все проблемы. На комплексное развитие села Вишкайма в 2021 году предусмотрено около 8 миллиардов рублей. Александра Никитина, Управда ТВ.